приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен безопасности но конкретно мы поговорим об отслеживании действий пользователей в линуксе таким образом мы будем смотреть что делают ваши пользователи вашем линуксе для тех кто меня не знает давайте ознакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ну а ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемую лучшему поэтому присоединяйтесь и так коллег если вы хотите всему этому делу научиться то просто берите и повторяйте все за мной ну как результат вас появятся вот эти самые знания умений навыки и так поехали что нам для сегодня понадобится для того чтобы выполнить этот мастер-класс значит самый важный момент то что вы найдете в чате в описании в комментарии под этим видео ссылку на статью в нашем блоге дело в том что на видео не очень видно и ну и вообще как бы шрифты маленькие вы можете быть слепым как я например да поэтому чтобы вам было легче то есть текстовая версия сегодняшнего мастер-класса в виде статьи ссылки опять-таки под видео в комментариях в чате пожалуйста смотрите и так коллеги начинаем традиционность теории что важно то что с точки зрения безопасности если вы хотите обеспечить вот эту самую безопасность вашем линуксе в вашей системе то нужно отслеживать действия ваших пользователей да потому что вы можете быть как говорится на расслабоне а в это время кто-то там сидит и говорит закрутит дырку в вашей системе поэтому нужно отслеживать действие да то есть знать точно что делают вот эти самые ваши пользователи ну и тогда вы сможете с какой-то там долей вероятности гарантировать что вот ваша система как говорится защищена и так давайте посмотрим какие же у нас варианты отслеживания действий пользователь что же они делают ну самый простой вариант коллеги это посмотреть историю пользователя то ну вот например у меня вот здесь вот есть терминал да соответственно я пользовательский терминал да я тут зашел под пользователем юзер соответственно посмотреть историю как можно то очень просто написать history да ну я вот как пользователь вижу свою историю у меня там вот собственно такая у меня история здесь вот те команды которые я вводил то то есть это такой вот вариант но это я под пользователем смотрю да как же посмотреть если вы не пользователь руда и если вы не пользователь юзер-а вырут да вот я например супер пользователь как же мне посмотреть историю пользователя юзер но для этого нужно посмотреть файл баш-хистори баш-хистори ну как посмотреть например делаем лес дальше указываем путь к этому самому файлу bash-хистори у меня пользователь юзер живет в папке слэш холм слэш юзер ну и дальше . bash history значит вот этот вот файлик он скрытый вот и соответственно истории да поэтому нужно вот через точку вскрытый он да и так лесом смотрим и пожалуйста поехали все команды вот самого самого как говорится начало всего этого дела вот они у меня здесь там как говорится я могу таким образом отслеживать да то есть вы можете с точки зрения супер пользователя вот таким вот образом мониторе действия пользователей но когда вы можете это мониторить когда пользователь уже поработал и вышел системы да то есть он вылогнился файл bash history как грится обновился записался и тогда можно это дело все мониторе но в этого способа есть один недостаток но первый недостаток это то что когда пользователь вышел вы можете смотреть а второй недостаток то что пользователь может быть умным может он у нас закончил курсы по линуксу и соответственно вводит команды таким образом что они в историю не попадают вы скажете как водить команды так чтобы не попадали в истории но нужно начинать с пробела если у вас пробел дальше команда то в историю она попадать не будет и вот тогда возникает вопрос а как же нам отслеживать пользователя до что он там вводит как он там вводит коллеги вот здесь вот уже как говорится появляются важные нюансы но для этого мы будем использоваться использовать утилиту сисдик вот которая вообще используется для поиска неисправностей анализа исследования системы но и в том числе можно ее использовать для перехвата различных событий например то что пользователь вводит с клавиатуры да то есть вот такая вот чудесная утилита и так здесь в статье рассказано как ее установить в ubuntu с nts fedori вот ну давайте и мы тоже это дело все установим значит я сейчас пользователь root супер пользователь поэтому берем и устанавливаем и так apt install у меня уже система обновленной поэтому я не буду обновлять ну и здесь пишем сисдик вот и нажимаем enter соответственно будут установлены какие-то там библиотеки все вместе это займет 4 мегабайта нажимаем yes вот все это дело выкачивается и соответственно нужно немножко как говорится подождать так так пошли билды для ядра значит для ядра так так сейчас посмотрим наверно надо будет перегружаться а может и нет посмотрим как она и так значит пожалуйста у меня все установилась давайте теперь посмотрим значит ну вот я нажимаю команду дабл или там ху можно написать ну и видно какие у меня здесь пользователи залогинитые в систему юзер то соответственно я по сути буду отслеживать пользователя юзер все что он делает и так как же отслеживать первый важный момент то что вы должны быть суперпользователем а я сейчас суперпользователь но если я напишу ху дату или как там хуя майдаху м ай то соответственно я рут на то есть я рут и соответственно я с правами суперпользователя могу все отслеживать и так пишем сисдик сисдик минус c и соответственно спай опции спа нижнее подчеркивание users и таким образом вот сейчас уже по сути начался перехват клавиатуры пользователей значит что я сделаю я возьму открою соседний терминал и по сути попробую здесь что-нибудь написать вот например написал команду ps ну и соответственно видно сразу да что вот пользователь юзер написал ps вот ночью здорово дальше давайте я там напишу топ например там да вот видно сразу что пользователь написал топ там да вот дальше 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 ls минус l например тогда лс да тут не очень вам видно еще раз давайте вот так приподниму и так я написал ls минус l и соответственно вот пожалуйста лс минус вот сиди десктоп сиди десктоп пожалуйста тоже видно да таким образом коллеги получается что с помощью утилиты сисдик с опцией минус c спай юзерс вы можете вот так вот в реальном времени прям отслеживать что делают залогиненные пользователи причем неважно пишет он эту команду вот с пробелов смотрите я пишу начале пробел потом сиди две точки да и соответственно видите у меня тоже эта команда появилась но она не войдет в history в ваш history потому что эта команда была у меня с пробела а так вот с помощью сидера я все перехватил и могу вот в реальном времени отслеживать действие всех пользователей кто сейчас залогиненные в систему ночью здорово на самом деле прикольно да вот такая вот классная чудесная утилита и так или если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте кто смотрит вот не онлайн а уже после нашей трансляции сегодняшний мастер-класс вопросы можно задавать в комментариях под этим видео мы вся наша команда читает эти комментарии ну и соответственно будет вам помогать будет вам отвечать если для вас это видео полезным было полезным оцените его лайком в подобайкой нравликом ну а если для вас интересна тема линукса сети кибербезопасности программируемых систем коллеги я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете вот таком вот формате ленин пойду и да вот я все вам вот показываю рассказы объясняю вы за мной повторяете вот вы легко сможете освоить весь этот материал дальше мы даем еще скидку на международную сертификацию то есть на выходе вас будут международные сертификаты и что важно мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому подавайте заявки присоединяйтесь на курс линукс нуля присоединяйтесь по кибербезопасности очень перспективно я бы так сказал направление ну и будем двигаться вперед ну а на этом все ассалам алейку мир дому вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо вас не получается пишите комментарии под этим видео пишите вот на почту в мой личный ватсап все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания а